Птише. Так, а я говорю, пишите, пошло или не пошло, чтоб я знал. Пошло, ну прекрасно. Ну, в общем, вы знали, на что вы подписывались. Сейчас я буду минут, не знаю, 20-30 бить, покуда у меня не будет 1070, наверное. Тут надо 120, чтоб наверняка... Просто в чистую сыграть, как показано на ютубе, я не могу. В принципе, можно и так набивать. Хотя... Ну так, так совсем печально, как-то слишком медленно. Когда он в углу, то как-то быстрее. Чуть не окочурился. Короче. Теперь мне надо, чтоб он в угол залез. Что-то мне больше всего, получается, в левом углу бить, не знаю. Вот, вот в этом. Ну всё, вот всё. Вот теперь я буду так колотить, покуда у меня не будет 1070 на экране. Ну 60 хотя бы. Чтоб наверняка. Может, я не знаю, примерно рассчитать время. Засеките минуту и посмотрите, сколько я за минуту набью себе очков. Если кому-то не трудно. Хотя не факт, что я вообще прочитаю ещё что-то. Тут турбокнопка не поможет. Тут нужно смотреть, потому что он иногда вырывается. Случайно я никак не собью вот в крайнюю те 4, которые мне надо что-то пройти. Потому что я всегда ракету нажму, и она меня налево отлетит. То есть я собью их только если я сам захочу. Ну вот это, я честно говорю, это полный дебилизм. Мне нужно 120 тысяч очков. Ты можешь посмотреть на ютубе прогу, как, ну, тот, который проходил, как делал. Я не могу это повторить. Мне всё время не хватает 2, 3 тысячи, 4 тысячи. Вот так вот. Ну, капельки, но не хватает. Просто там нужно, чтобы мороженка выпала, чей-то пироженка. Собрать всё надо точно. А вот это, оно срабатывает 100%. Да, это долго, да, это нужно, но 100%. То есть я выбираю, знаете, долгую 100%, чем быструю, но такая, что может вообще не получится. Тут нужно на тру концовку, если это не... Блин, ой, это вот это плохо я сделал, но неважно. Главное у Т4 не сбить. То я могу забыть и случайно сбить, и тогда, блин, начнётся веселье. Короче, тут на каждом уровне нужно собрать определённое количество очков. Но это не читарь. Тут же очки дают за попадание. Как Барка Ноэт это и предусматривает. Хотя мне кажется, что разработчики такую систему не предусматривали. Они, наверное, считали, что все будут их именно вот набивать с помощью вот этих чёрненьких. Знаете, будет ржачно, если я здесь сейчас набью 70 тысяч, а потом вот в том месте, где нужно, тоже выбью всё хорошо. Тогда будет вопрос, нафига я вообще вот это делаю. Ну, в принципе, у меня уже 26 есть. Осталось всего 45. Я понимаю, но я по-другому не могу. А челлендж... Тут не челлендж. Тут челлендж в том, чтобы увидеть финальный уровень у финального босса. Блин, а вот насчёт челленджа, блин, я вот когда-то, помню, со стрим смотрел этого киномана, и там Кузарт рассказывал, что он играл в этого Металгера, в Тимедослаха, короче, в первую часть, на автоматах. И у них была такая фигнюшка, что он тоже проходил и получал много очков. А потом увидел, что какой-то пацан играет вообще какие-то немоверные очки. И он узнал, что в одном месте, если доходишь до одного места, то можно стоять и бесконечно стрелять по какой-то не той машине, поэтому... Тупо, конечно, плачешь монетки, теряются жизни, ты стреляешь, стреляешь, и так можно очков до бесконечности набрать. Тоже спрашиваются, какой в этом челлендж, короче. Там вообще никакого челленджа нету, тупо ради очков. Но кто-то это делал, чтобы, грубо говоря, он в очках был на первом месте. А я делаю как раз ради понятной цели, я хочу пройти игру, хочу увидеть финальный уровень. Или ты думаешь, что я бы этим заморачивался, если это только ради очков было? Ой. Вот я сейчас чуть не это, отвлёкся на секунду и чуть не улетел. Так, ещё 40 тысяч. А челлендж, кстати, есть. Мне надо постоянно следить за этим шариком, чтобы он не сорвался. Если я отвлекусь хоть на секунду, в сторону посмотрю, там, я не знаю, что-то сделаю, меня отвлекут, то он сорвётся, и мне придётся это всё заново колотить. Ну, может и так. Но это, знаете, это больше надо как разработчикам сказать. Нафига они вообще в игру, в которой... Так, понимаешь, его пройти без гринда, его нельзя затренировать пройти без гринда. Это может только случайно получиться, когда карта ляжет так, как тебе надо, грубо говоря. Когда у меня шарик полетит так, как нужно. Ты понимаешь, он может так у меня не полететь, вообще 2 часа может так не полететь, 3 часа не полететь. То есть... В общем, тут, чтобы подняли флажок, нужно 120 тысяч. Я даже если совсем поднический сыграю, я должен тысяч 20 вынести. 50 дадут за босса, поэтому здесь не нужно наколотить тысяч 50. Да, только этот челлендж невыполнил. Фендерси старт без гринда пройти. Ну, а здесь, ну просто, понимаете, вот одно дело, игрушка, если она сама по себе сложная. Не знаю, например, Кастальвань для меня сложная. Там надо босса заучивать, не знаю. Ты можешь его либо убить за минуту, либо там потратить на него 3 часа. Но здесь, блин, тут дело не сложности, тут дело именно, как шарик ляжет. А я не знаю, кстати, четвертка Фендерси старт, по-моему, она без гринда как раз и проходится нормально. А в это как-то там... Ну, не то чтобы совсем, но если выполнять все побочные задания этих дильди охотников, то там тоже можно нормально так подняться. А вы знаете, все идет гораздо быстрее, чем я думал. У меня уже 35 тысяч, считайте, что... Ну да, четвертка, она нормально играет. И я понимаю, что это смотреть неинтересно, но я просто по-другому не могу. Я бы это пропустил бы, но у нас же на ДФ и нельзя пропускать, иначе скажут что-то. Кстати, я скажу по-честному, когда первый раз я дошел, я себе пытался просто в этом уровне очки прописать через Артмани. Нифига. Не прописалось. Хотя у меня Артмани Про. И обычно она такие простые ловит. Но тут нифига. Ну я тогда уже стал думать, ну как мне здесь делать, блин? Только с помощью вот этого способа. Ха-ха, ну понятно. Кстати, а ты ходил в эти задания гильдии охотников? Там их, по-моему, 7 или 8 штук, и, кстати, они так неплохо оплачиваются. И опыта дают, и денег. Кстати, по поводу Фэнтези Стар. Я планирую первую часть пройти. Это с мастер-систем. Кейма мне не хочет играть. Ну вот, я вот не знаю, только как мне с Фэнтези Стар быть. Сначала самому её пройти, но, блин, это времени много. Или ферстраном проходить. Просто там подземелья такие есть, которые так просто не пройдёшь. Хотя всегда можно карту скачать. Вот сейчас хорошо шарик зашёл. Когда он так скачает, он много зарабатывает. А по одному удару, вот, много не заработаешь. Да, блин. Да, блин. Не, ну мне нравится четвёртый, что там пять человек может ходить. Во всех остальных хоть четыре было. Ну, в первой я не играл, правда. Я хочу поиграть, но как-то руки не доходят. Ну, а второй, третий, там четыре было, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, второй точно четыре, а вот третий не помню. А четвёртый сразу пятерых можно. Ну, представляете, вот, например, вы ребёнку купили, и тут не больше робил, и он так вот сидит, короче, в экране, и долбит, долбит, долбит кнопку. А потом к нему, я не знаю, кто-то подходит со спины, короче, и зовёт куда-то, и у него всё срывается. Я вон обратно, потом долбит, долбит, долбит. Тут, кстати, хорошо будет сохранение есть. Если б не сохранение, то б я за неё не взял с собой. Блин, у меня уже пальцы встал, честно, я вам скажу. Просто когда я колотил, я ещё и на паузу ставил, а сейчас... И тут турбокнопка не поможет, потому что он всё равно срывается, надо подправлять. И тут, кстати, всё равно срывается, и у него всё равно срывается, и у него всё равно срывается. и финалка 4 конечно самое лучшее 3 так по мне это вообще какой-то так я на всякий случай набью 60 тысяч это третий уровень я не уверен что я вынесу 10 тысяч с этого точнее этот это второй с третьего чтобы уже потом не переделать это все за научи наверняка как-то перри чем недор а а а а а а а а Ну что, да, босса потом будет убить, чтобы я не помню. Ну тут босс, правда, самый лёгкий, наверное, легче, наверное, даже первого. Тут они как знали, короче, куда лёгкого босса ставить. Кстати, мне жизнь дали за 50 тысяч. Так, ладно, продолжаю, чтоб наверняка набью 70, с 70 я 100% пройду. Хотя я по-любому что-то и так пособираю, но... Хотя бы за жизнью мне дадут 5000, если я ни одной не потеряю. Слушайте, вот мне интересно, а никто не смотрел эту режиссёрскую версию Бэтмен против Супермена? Просто я вчера, она или позавчера вышла, но я ещё не посмотрел её. Вот она тупо на полчаса длиннее? Или там ещё как-то сцены изменены? Просто я читал, что изначально там хотели чипа пожёстче сделать. Может, набрали? Я специально обычную не смотрел, потому что я знал, что будет ресёршка. Они специально заявили ещё до премьеры. Играет музыка. Продолжение следует... 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 не взлетаю так ну еще чуть-чуть просто вдруг у нас все неделя будет занята так что он тогда будет висеть этот кирпич я уже сегодня его добью его кстати три игры пройду норму выполню неделю возможно если будет окно что-нибудь еще пройду а пока все что я играю на геймбой черно-белом оно небольшое покемона пока еще не добрался хотя уже планирую начинать потихоньку давайте 4000 по поводу покемона даже не знаю сначала и к самому пройти или по странам проходить просто самому проходить это придется потратить на них неизвестно сколько времени а потом еще столько же потратить когда я буду тут записывать ну вот и я думаю начать их так параллельно чем-нибудь что потом не играть только в одних их ну пятница вроде у нас занято а это ж если будет какое-то время свободное там просто это рпф-тики покемона их хотя бы часа два надо а покемон гуа это который этот но этот игрушка новая для мобильников я читал ну в смысле обзоры смотрел да там конечно такие ролики прикольные некоторые выкладывают ну ладно вот он я видел этот типа со штанов растет покемон там еще там что-то а вообще я так не так и не понял что покемона они вот типа нинтендо принадлежат типа полностью права купил купила на или просто у них как бы права заключены что она игрушки не встает просто покемоны всегда только на нинтендо выходи но это ж не значит что типа как бы она владеет покемоном или значит я вот это вот не знаю все теперь я прохожу уровень блин чуть не помер надо немножко от отойти от этого всего и войти в обычную русскую так сказать а опять чуть не помер что то я так фу это ну вообще как бы значит это про покемонов но я просто думал что нинтендо а это еще третье я думал что она просто как бы ну купила себе права ну на экранизацию именно игр чтобы она мало только на игры мало делать но именно владелец именно как бы от мультиков всех этих фильмов это вот это ты что то что она владелец игр это я знаю насчет мультиков я думал ну ты как бы основные права а блин но это абсолютно не важно я уже говорил я тут наколотил с лихвой а если шо то заново переколочу я конечно не богатский но я тоже могу если надо минут по тридцать по сорок одной тоже делать а а все я понял торговая марка покемонов на житым но я вообще не знал этого я думал что нинтендо просто как бы ой блин у меня такой перебор будет мне надо всего сто двадцать тысяч мне за финального босса дадут пятьдесят я тридцать тысяч переколотил то есть я там мог наколотить на тридцать меньше не семьдесят а сорок это еще не считает того что он мне дадут сколько я жизни донесу но и так и и и и и и и и и все может подождать если хочешь а тут осталось буквально Буквально 10 минут на финальный уровень. Ну, теперь смотрим. Мне нужно было 120. А сколько мне в итоге? Ну, а в прошлый раз было 140. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот она. Финальная дорожка. Э, что-то я не то нажал. Что-то я в первый уровень зашел, нафига. Не-не-не-не-не. Так, это не наш метод. Вот этот наш метод. Вот она и враг этот. Я не помню, как его зовут. Продолжение следует... Ну, тут еще надо сказать еще, за Труканцовку еще целый уровень дается. В обычных Кирби Труканцовка это просто боссы данные. Тут очки уже не имеют значения. Тут главное только босса вас убить. Хоть они финальный уровень сделали, по-честному. Блин. Ну, как вы поняли, мне нужно, чтобы он залетел туда. Так, теперь... кальмар кальмар качество прикольный у кирби они все такие враги на блин попадай есть так что у нас тут Тут главное сдуру жизнь не потерять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это плохо, что я не взял бы Если взял бы ракету, то дело пошло гораздо быстрее Просто вначале там надо обязательно камень брать Чтобы движения получить А вот в следующем уровне лучше ракетой Ну ладно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все же изделяли Теперь можно валить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, одна белая осталась и не попала по ней есть фулин она несложно она нудновато уже просто сильно много этой игры наиграл за один раз вот здесь бы мне ракета приходилось бы я сразу и туда закинул бы внутрь сюда вот нет не получилось так блин давай 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 это не важно жизни меня хватает вот Да, это не важно, я же говорю, у меня жизни не хватает. Тут же нет рук концовки, финальный босс, ну, он, конечно, может убить, но нормально. Ну, прохожу последний уже одиннадцатый уровень, который дается, когда собираешь всех лаги. Да, последний левел. Правильно, давай, последний true левел, потому что последний тут десятый, но есть тут рук концовка на одиннадцатый. Блин, вот. Так, все, последний квадратик. Есть! А вот тут же звездочки появляются, а их уже нужно собирать на финального босса. Ну, то есть, чтобы поле у меня было под защитой. Блин. Хотя камень ей не особо и нужен. И опять же, это не сорок минут. Тут, если я переиграть, то займет минут десять. Вот так вот. Вот так вот. Какое-то. Ну, так вот. Какое-то. Какое-то. Ну, так вот. Смотрите, как иager. Звездочки без пицц-оружия мне сейчас бесполезны. Было без пицц-оружия, я мог бы с них жизнь выбить. Да, не то чтобы подустал. На самом деле я тут всегда умираю пару раз. Ну, может, и подустал немного. Так, есть. Всё, сейчас будет финальный уровень, а потом босс. Если я не ошибаюсь. Если сейчас звёздочек будет много, значит финальный. Нет, это не финальный, ещё будет вот этот и ещё один. Так, а что же мне взять? Ракету, как всегда. Вот ещё одна жизнь. Сейчас мне надо постараться шарик вниз загнать и ещё одну жизнь снять. Я теперь понял, почему мне удобнее всего было набивать левой стороной. После выстрела ракетой шарик всегда в левую сторону относится. Да, кто не знает, когда я в этом супер режиме, и струкость от шипы. Я живой остаюсь. Но он тогда сильно быстро катается. Всё равно неудобно. Момент ототкрывается. Вот это вот они, честно говоря, зря они сделали в этих краях. Никак не был козыки. Загин... Ну, загонять его туда. Блин. Две осталось. Звёздочки не обязательно, это просто у меня на финальном поясе будет... Ну, меньше защитных шариков. Не шариков этих блоков. Но он всё равно их сбивает быстро, поэтому... Есть они или нет, это особой роли не играет. Так. Ну вот это вот он, вот звезда сразу Нужно постараться сбить как можно больше звезда Дропы? Блин, ну неважно Блин, что-то я засмотрелся чуть-чуть Все, я все звезды собрал Все, а вот теперь финальный босс Не знаю как его зовут, но пингвин какой-то Но он их первая, по-моему, во всех частях противник финальный По крайней мере, что я играл Ну я три играл Это Дремленд, которая первая Там, где он еще и не всасывает никого Потом, которая на Денди проходил И которая Этот Пинкбол Хотя пинкбол я нечестно проходил с сейвами А нет, вру, я еще проходил Дремленд третий Ну как видите, он ничего из себя не представляет Но он, когда у него половина хп снимешь, он начнет ракетами стреляться Вот такими вот ракетами Это не важно У него осталось четыре тычки, у меня шесть жизней Он труд Все Игра пройдена Не знаю, сколько там общее время выйдет Натру концовку Вот такой он, Кирби Блок Не знаю, просто так все что-то стримят в основном кирби этого Денди Ну он, конечно, классный, блин Но есть же и другие кирби Вот у нас, хоть как-то, что недавно Супер Нитендо прошли одного Ну еще первого один раз проходили А остальные все как-то Да, ну титры пошли Все, после титров я, наверное, титры дойдут уже И буду вырубаться Ладно, я и так уже наигрался сегодня И, кстати, он с черно-белого геймбоя Это просто сам эмулятор его раскрашивать Видать, по каким-то параметрам Но я сам раскраску не настраивал Хотя я не уверен Ну вот если бы не тру концовка Я бы ей даже, наверное, не знаю, ну детики в 10 дал Просто мне она очень нравится там Уровни, ну они не то чтобы разнообразные Просто в каждом уровне как бы своя такая фишка имеется То новый блок, там, то новое оружие какое-нибудь И боссы все разные Не скалтурили ни на одном боссе И всех нарисовали красиво Ну вот это, зачем тут эти очки? Нет, очки они хорошо что впилили Но, блин, зачем было тру концовку за очки впиливать? Это как-то странно Точнее не странно, это как раз в духе этих времен Но все равно Да, акмик, спокойной ночи В принципе всем спокойной ночи Я просто жду пока хитры закончатся Кальмарк Да, музыка в Кирби всегда классная была Трип делюкс, а можно на английском? Че это такое? И желательно еще платформу указать Просто я че-то такое слышал вроде Но че-то я никак не пойму То или не то Трип делюкс А, ну вот, девяносто пятый год Так, кнопки работают? Работают Ну, собственно, вот он такой Кирби Вот она пройдена На этом и на этом у меня Ладно, все Всем спокойной ночи Всем спасибо, что смотрите И до следующих встреч А, Кирби делюкс 3DS нет Тут у меня 3DS нету Слушай, Forever, а ты играл в 3DS? Ладно, сейчас отключу стрим Так, напишу Точнее, не отключу Спрошу так, а ты напиши Там, где Кирби в стране роботов Или как-то так называется Так, ладно, всем До свидания Отключаюсь